Сразу семь новых школ распахнули двери, одна из них в Бобруйске, в микрорайоне Молодежный. В торжестве, посвященном началу нового учебного года и Дню Знаний, принял участие президент. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Школу возводили по поручению Александра Лукашенко. Строительство завершили менее чем за год. Это подарок активно растущему микрорайону к новому учебному году. Получать знания здесь, на Приберезенском бульваре, будут 1096 учеников. Им президент пожелал, чтобы предстоящий учебный год был увлекательным, интересным и насыщенным, а педагогам найти свой уникальный стиль в организации учебного и воспитательного процесса. Прямо вот сейчас, в эти минуты, в разных уголках Беларуси 7 школ впервые открывают свои двери для детей и педагогических коллективов. Мы вот на подходе к вашей школе говорили о том, надо ли нам еще в стране строить школы. Нам не нужны практически школы. Мы уже построили столько, сколько надо. Главное сейчас их заполнить. Если там останутся где-то единицы, где еще в две смены занимаются детишки, там мы обязательно в этой пятилетке точно решим эту проблему. Но вся беда в том, и на Петсовете недавно я об этом говорил, особенно в Минске. В центре Минска мы в свое время построили много школ, и там население уже стареющее. Там уже нет маленьких детишек. Молодые люди расселяются в Минске в микрорайонах, так как Бобруйский. И мы там начинаем опять создавать эти школы, строить школы, это недешево. А в центре Минска в то же время школы могут быть незаполненными. Поэтому нам очень аккуратно и осторожно надо подходить к строительству школ. Я поручил правительству и министру, чтобы мы эти деньги потратили не на строительство новых школ, а заполнить надо все, что у нас есть местами, связь у нас хорошая. В конце концов, это не на селе, где 10 километров или 5 километров пешком в школу надо ходить, хотя уже никто не ходит. Поэтому эти школы надо заполнить, а сэкономленные средства и в образовании, и в здравоохранении направят на повышение заработной платы учителей и поднятие уровня базы существующих школ. Такой рациональный подход строить там, где жизненно необходимо, а будут применять по всей стране. А все новые школы, как 35-я в Бобруйске, должны быть самыми современными. Президент прошел по классам, лабораториям, актовые, спортивные, тренажерные, гимнастические залы, бассейн и даже собственная лыжная база. Все условия для развития не только интеллектуальных, но и физических способностей школьников. Это два класса? Да, два класса. Вот молодец. Первый раз, ладно, ладно, пусть тебя. Первый раз вижу. Первый класс мужика. Ты начальник, молодец. А говорят, нет мужиков, кто есть. У нас в процессе растет начальник класс. Сколько у тебя их? У нас 8 человек. Ой, бедолага ты, я никогда не завидовал учителям начальных классов. Такой труд, такой труд. Все разные приходят. Попробуй их в одну колью вогнать и научить тому, чего ты хочешь. Конечно. Вы действительно герои. Мы потом очень привязываемся, очень тихо, что меня расставали. Это да, это да. Ну попробуй. Мы же научимся. Будем стараться все для этого сделать. Вы учиться будете, детишки? Да, ну все, повезло учителям. На территории Бобруйской школы огромная физкультурно-спортивная зона. А в самом здании создана безбарьерная среда для особенных детей. Новые школы сегодня также приняли первых учеников в Гомеле, Барановичах, Столбцах, в Агрогородке-Колодище и в двух микрорайонах столицы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова